Вот, мы остановились на Крамском «Христос в пустыню». И вкратце напомню, было сообщество передвижников, тех художников, по мнению тех, кто писал статьи, это были талантливые художники, и их было 13 или 14 человек, и в какой-то момент, когда они обучались в Академии художеств, они отказались писать тему на окончательный экзамен, потому что она была одна для всех, она была строгая, и они просили свободную тему. Поскольку им отказали, они возбунтовались и покинули Академию художеств без экзамена, получив, грубо говоря, справку об образовании. Вот, и эти художники объединились в так называемых передвижников, и они противопоставляли себя академикам, потому что раньше музеев не было, они, все картины выставлялись только в Академиях художеств, а художники-передвижники ездили по стране и организовывали показы простым людям, народу, в том числе продавая купцам, то есть они зарабатывали на жизнь и показывали вроде как и такой промысел, а в то же время они несли, грубо говоря, свет в народ. Вот, и видно, да, сейчас экран? То есть Крамской Иван и его Христос в пустыне выставлялись... Видно? Видно ли? Да, да, все видно. Да, да. Да, Христос в пустыне выставлялся одновременно с Достоевским Перово, ой, это у меня в режиме редактирования, но неважно. Вот, и я их здесь посадила вместе, чтобы было видно, насколько они все-таки похожи, насколько похоже напряжение рук. И в прошлый раз, когда я эту тему затрагивала, было мнение, что если Христос в пустыне — это образ идеального человека, то есть образ человека, который встает перед сложным выбором, который идет по сложному пути, который правильный, то не очень хорошо это сравнивать с Достоевским, потому что он был не очень хорошим человеком. Вот, я честно прочитала биографию Достоевского, не увидела о нем ничего плохого, у него была сложная судьба. И упоминалось также, что его отправляли в ссылку, но там была даже более сложная история. Это было время Николая Первого, и Николай Первый очень трепетно относился к любым проявлениям инакомыслия, и Достоевский, он участвовал в одном из кружков политических. Можно сказать, что это такой типаж будущего коммунизма, то есть, да, он провозглашал в какой-то степени свободу народу, и самое страшное, то есть вот в чем его обвинили, это то, что он не признался в том, что он участвует в этом кружке, а в кружке он публично прочитал письмо Белинского Гоголю, известное письмо, где власть монархов, ну, скажем так, осуждается. И его отправили в тюрьму, он сидел 8 месяцев в крепости, пока ждал своего приговора, и приговор был расстрелять. Всех этих членов кружка было приказано расстрелять, и известно это стало благодаря тому, что был такой жестокий момент, потому что их приговорили к расстрелу, а царь их помиловал, и о помиловании они узнали только в день казни. Вот, и в день казни его сослали в ссылку, ему дали 8 лет, в итоге он просидел 4 года, вышел оттуда человеком нездоровым, и у него поменялся образ жизни, он писал по ночам, он вёл такой... постоянно трудился, у него были сложные отношения с женщинами, потому что у него была подучая, так называли эпилепсию, он периодически, когда начинал нервничать, у него случались припадки. Ну, то есть я сколько ни читала про его биографию, я не встретила ничего такого, что не позволяло бы думать о нём как о человеке идейном, и в то же время с трудным жизненным путём, но который не сдался, и он продолжал творить. И ещё у него был такой момент, был у него, когда он только появился в Санкт-Петербурге со своей первой работой, она называлась «Бедные люди», вот, это было его первой известной вещью, и его как раз Белинский очень хвалил, и Достоевский был просто невероятно популярен, то есть он мгновенно стал вхож в круги, его хвалили, ждали от него гения и следующих работ, а потом резко отношение к нему изменилось, и общество потеряло к нему интерес, то есть человек, который пережил и такие перепады отношения в обществе, и всё равно тоже его это не сломало, он продолжил писать, и в том числе про то, как он в каторге проводил время. Мне вот лично, я не читала его, называется, сейчас, «Записки из мёртвого дома», я не знаю, читала кто-нибудь, мне теперь очень интересно познакомиться. Это как раз его биография про то, как он провёл время в ссылке, и после того, как он вернулся оттуда, благодаря запискам из мёртвого дома, его приняли обратно, потому что это такой суровый реализм, и суровые реалии подобного исправительного труда стали для петербуржской публики шоком. В общем, для сравнения с картиной Первого, которая слева, я нашла фотографию Достоевского живую, и на самом деле посмотрите, насколько они похожи. То есть здесь тоже сложный взгляд, напряжённые руки, в общем-то, та же поза мыслителя. Мне очень понравилась эта фотография. Вот. Ну, на самом деле, я хотела немножко поговорить про ещё одного художника из этой артели передвижников, Василия Перов. Тоже такой, с не совсем простой судьбой. Интересен он своими известными очень картинами. У него такие были острые социальные сюжеты. Очень мрачный художник, то есть сколько бы я ни смотрела его работ, трудно было выбрать что-то не печальное, и где-то даже его назвали подлинным певцом скорби. Перов на самом деле, это даже не его настоящая фамилия, потому что он был незаконно рожденным, и его отец с матерью обвенчались только уже после того, как он родился. И несмотря на то, что у него отец был губернатором, никаких титулов Перову нельзя было унаследовать, потому что он незаконно рожденный. И вначале мытали фамилию Васильев вслед за его крестным отцом, а потом его учитель грамматики назвал его Перовым, потому что он хорошо обращался с Пером. То есть Перов — это псевдоним, прозвище. Он, насколько я поняла, передвижников, у них, в принципе, было много картин, которые показывали, насколько тяжело жилось народу в то время, насколько тяжело было крестьянам. И вот одна из его тем — это рабский детский труд. Очень известная картина «Тройка». Если посмотреть, я не знаю, видно здесь детали или нет, у меня, допустим, мелкий экран. Трое ребят, совсем юных, везут громадную бочку с водой. Они идут по ледяной дороге. Видно, насколько холодно, потому что вода, которая выплескивается с бочки, тут же замерзает. И даже собака ищурится от холода. И все достаточно, да, мрачное. И это именно труд, посвященный детям, то есть картина посвящена детям, потому что взрослый, который сзади толкает бочку, даже не видно его лица. Вот. И видно, насколько они бедно одеты и не соответствуют погоде. У мальчика, младшего брата из этой семьи, распахнулось пальто и тулупчик, да. У него такое страдальческое выражение лица. Девочка тоже обессилела, и у нее видна старая юбка, которая торчит из плаща, и ботинки, которые не по размеру. И старший брат в этой семье, который пытается быть лидером в этой тройке и не сдаваться, и показывать, что все не так печально, идти вперед. Такая красноречивая, мне кажется, картина. И еще она интересна тем, что у Перова с ней связана целая история. Он очень долго искал мальчика, который будет позировать лидером в этой тройке. Никак не мог найти себе прототип, и в какой-то момент столкнулся с старушкой, которая шла после богослужения вместе со своим внуком. И он понял сразу же, что вот он, прототип найден. И очень интересно описан его рассказ о взаимодействии с этой старушкой. То есть он даже не мог... Трудно было начать даже разговор о том, чтобы рисовать ребенка. Я просто попытаюсь показать, насколько это вообще другое время. Он пытался предложить крестьянке денег для того, чтобы нарисовать ребенка. Она смутилась, как написано, и отказалась. Он пытался объяснить, что мальчик ему понравился как прототип. Он пытался объяснить это очень простыми словами, что ему просто нужно его лицо для того, чтобы нарисовать на картине. И крестьянка его не понимала. Она не понимала, что ему от нее нужно. И единственное, что помогло, это то, что он привел ее и ее сына в свою мастерскую. Там показал уже законченную картину, где пустовало только лицо мальчика. И только тогда уговорами удалось убедить, что ничего плохого не будет, что нужно всего два сеанса для того, чтобы он сделал работу, чтобы она взяла деньги, которые он ей предлагает. Потому что считалось, что изображать лицо, это плохо, это не по-христиански, что человек после этого может умереть, что это грешно. Ну, в общем, множество аргументов. И вот это взаимодействие художника и того самого народа, это такой непростой момент. И на самом деле судьба у этого мальчика оказалась очень трагичной. Через четыре года старушка пришла к Перову с попыткой стучить ему деньги купить картину, потому что ее сын умер от оспы. И к этому времени картина уже была приобретена Третьяковым. Она сейчас тоже у нас в Третьяковке. И Перов водил эту старушку к Третьякову в гости, потому что у него же музей был, музей-дом, то есть все картины были в его собственном доме. И там ей дали возможность посмотреть на сына, на то, как он выглядел. Она долго молилась на картину и никак не могла расстаться с ней. В общем, такая тяжелая история. В принципе, у него очень мрачные, очень тяжелые картины. Вот из всей такой крестьянской темы я взяла только одну. Следующая чуть-чуть поспокойнее. Картина называется «Приезд гувернантки в купеческий дом». Она тоже достаточно печальная. Здесь показано, здесь очень... То есть она тоже в Третьяковке, можно на нее насмотреться. Здесь такие красноречивые лица, мне так понравилось ее разглядывать. То есть вот он, купец, стоит хозяин дома. Он стоит и смотрит снисходительно на новую подопечную. Рядом его молоденький купец-сын, который смотрит на новую девушку с интересом, любопытством. И хорошо описано, что легко себе представить, что будет множество проблем с этим сыном у нее. Показаны женщины, которые бросили свои дела и прибежали смотреть. Смотреть, они ее разглядывают просто неприлично. И единственный человек, во взгляде которого читается интерес и радость, это маленькая дочка, которая будет подопечной этой гувернантки. И в целом это тоже социальная тема. Это все, на что могла рассчитывать женщина из обедневшей интеллигентной семьи, это пойти работать в гувернантке. Больше работ приличных для женщины не было. То есть вот она, скромная девушка, которая роется, доставая бумаги, возможно, свои документы, которые подтверждают ее образование. Рядом слева ее пара чемоданчиков. Вот здесь у двери. Тут же толпа прислуги, которые тоже с любопытством смотрят. То есть это настоящие смотрины. Ну и действительно лица очень красноречивые все. И еще одна картина, тоже очень известная. Это уже через несколько лет, после того, как прошел мрачный период у Перова, и он все меньше писал на остросоциальные темы. И вот эта вот легкая, веселая картина «Охотники на привале» тоже висит у нас в Третьяковке. Очень мне понравилось. Вот я не совсем поняла, из статьи было сказано, что вроде как это комментарий Достоевского. Посмотрите, как здесь охотник врет. Если не разъяснять эту картину немцу, он никогда не поймет, как говорил Достоевский. Он не поймет, что это русский враль, и как по-русски он врет. Мы легко можем представить, что здесь происходит, что здесь три охотника, один старый, который рассказывает о своих похождениях небылицы, которые второй охотник сразу же раскусил, и он смотрит со смешкой, почесывает висок, но тем не менее слушает. И молодой охотник, который слушает с интересом и таким слишком серьезным видом. Картина, мне кажется, достаточно приятная, она анекдотичная, она немножко карикатура, но она стала популярной у охотников в того времени. Ну и в принципе, я не знаю, везде написано, что охотники принимают с почетом такие темы, и любят, чтобы у них в доме висели такие картины. Мне она просто нравится. В Третьяковке я тоже напротив не осмотрела, стояла и рассматривала их выражения лиц. То есть Троф, мне кажется, он прекрасно передает эти оттенки эмоций, и интересно. Без описания можно действительно проследить то, о чем здесь идет речь. Все про Перова. Это все, что я хотела сказать. Все про sectари. Нет. Нет. Нет.